Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я хочу вам рассказать об истории, случившейся со мной в эти дни. Я Андрей Кошик, член Союза журналистов России. К сожалению, теперь уже бывший корреспондент городской газеты «Армавирский собеседник» города Армавира, к сожалению, ставшего печально известным Краснодарского края. Автор публикации в газете «Аргументы и факты Юг». Недавно в нашем городе произошла такая история. Несколько малолетних мальчишек совершили насильственные действия сексуального характера над 8-летней девочкой. Я собирал материалы по данному делу для публикации статьи в газете «Аргументы и факты Юг». В этот же вечер ко мне на телефон стала названивать руководитель пресс-службы администрации города Наталья Интизарова. Потом звонили другие чиновники неоднократно. Они требовали, чтобы данный материал не был опубликован. У меня сложилось глубокое впечатление, что их волнует не столько судьба девочки, сколько собственные кресла. Боязнь потерять место работы, боязнь потерять собственное кресло при малейшем потрясении, мне кажется, одна из характерных черт провинциальных чиновников. Пока администрация будет контролировать четвертую власть, пока в Белый дом будут носиться газетные полосы, сверстанные для вычетки, пока чиновники будут назначать и снимать редакторов, и заставлять увольнять журналистов, будут повторяться трагедии, подобные кущевки, потому что правовое государство может быть только открытым. Я рад, что мой материал был опубликован в газете «Аргументы и факты». И я надеюсь, тысячи россиян благодаря нему смогут обезопасить свои семьи от подобной трагедии. Из-за давления пресс-службы администрации города и человеческого отношения по отношению к главному редактору, я был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию. Я опасаюсь, что в Армавире больше не смогу заниматься своим любимым делом. В ваших силах сделать так, чтобы свобода слова, свобода печати были не только прописаны в законе, но и реально действовали в нашей стране.